Автомобилисты нервно кусают руль. 6 мая им придется свернуть с привычных маршрутов, ибо значительная часть Троицкого проспекта и набережной будет перекрыта. По ней табуном промчатся участники майской эстафеты, посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Желающих приобщиться к празднику спорта ждут по адресу. Площадь Ленина, дом номер 5. Для участия в эстафете установлен день подачи заявлений. Это 2 мая, вторник, с 14 до 15 в администрации города Архангельска. Если отталкиваться от прошлого года, у нас было 209 команд, то ожидаем такое же количество в этом году. Первыми в 11 часов на старт выйдут дошколята. Основные забеги – школьников, студентов, сборных команд – начнутся в полдень. Все традиционно. Не изменяет традициям и ветеран легкой атлетики Дмитрий Акишев. Вечера напролет проводит в манеже стадиона труд. Готовится к очередной победе над возрастом. Эстафета – это всегда праздник, по крайней мере, для меня. Ну и, наверное, уже некоторая зависимость к физической культуре. В этом году я планирую принять участие в эстафете аж 43-й раз. А первый раз – это самый волнительный раз – это седьмой класс, шестая школа. Чтобы попасть в команду, это было на подвиг совершить. Большая конкуренция за место в команде приносила свои плоды. В старших классах Дмитрий Акишев дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета. Но свой главный подвиг на майской эстафете он вместе с товарищами совершил в 78-м году. Тогда сборная ЛТ впервые за много лет обыграла прославленный спортфак. Я боролся на первом этапе с чемпионом СССР тогда, Валерием Абрамовым. Беги, правда, на три километра. Была упорная борьба. Ну и еще из ярких впечатлений шел ректор Баховкин. Неожиданно в то время, во время нашей победы, увидел, обрадовался. И нам на следующий день, всем студентам, была премия в размере месячной стипендии. Это было счастье. В памяти остались не только 40 рублей премии, но и финишное время. 10 минут, 15,6 секунды. На тот момент рекорд трассы. Нынешние победители эстафеты не добегают до него метров 200. Другая эпоха, другие приоритеты. Вот и выходят на дорожку ветераны спортивного клуба «Лава». Пусть молодежь равняется. Не поворачивается язык, называть их ветеранами. Молодые, бодрые, спортивные, подтянутые, с блеском в глазах. Хочется брать с них пример. Очень здоровая жизненная позиция. В последнее время, к счастью, прибавилось тех, кто может вдохновлять подрастающее поколение. Две эстафеты подряд перед глазами болельщиков проносится экс-чемпионка мира в беге на полтора километра Юлия Чиженко. Будет ли кто из признанных мастеров на этот раз, карт раскрывать не станем. Приходите, все и всех увидите сами. Алексей Карельский, Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Евгений Зыков. 7 дней в регионе.